В центре Абакана возле исторического здания 15 лет копится свалка. И это во дворе жилого дома. Маленькие дети вынуждены гулять по помойке. Отыскать хозяев мусора попытался Виктор Буров. Администрация города и коммунальное хозяйство должны отнестись более ответственно. Это центр города. Это клоака, которую мы смотрим и которой играют наши дети. Я не могу смотреть, чтобы дети играли на этой куче. Они вон там играют на этой куче. Центр города Пушкина 67. Настоящая свалка. Во дворе впритык с детской площадкой. Любопытные дети лезут прямо в помойку. А там можно наткнуться не только на мусор. Здесь постоянно обитают бомжи. Сплошная антисанитария. Сюда же ходят люди не только мусор выносить. Есть где спрятаться. В каком смысле? В туалет. В свалке уже полтора десятка лет. Она была в разы больше. Осенью часть мусора вывезла управление коммунального хозяйства. Но помойка продолжает расти. Подкидывают отходы все, кому не лень. Торговцы, владельцы офисов, иногда и сами жильцы. Нам поставили забор, где вот сейчас растут деревья. Убрали нашу детскую площадку сюда. Свалка была больше. Забор стоял двухметровый. Он туда уходил. И получалось, что из-за этого двухметрового забора она просто торчала. Гора была неимоверных размеров. Как обычно бывает в подобных историях, найти ответственных за грязную проблему оказалось непросто. Представитель управляющей компании отмахивается. Свалку устроили владельцы соседнего здания, когда начали его реконструировать. Они достроили два этажа поверх разрушающегося здания. Вот по эти деревья идет наша территория. Дальше территория идет вот этого здания полностью. То есть схема границ. У нас есть расположение по деревья. Зданию напротив храма Константина и Елены уже почти век. Когда-то оно было настоящим украшением и архитектурной гордостью столицы. А теперь нынешние хозяева помещений, которые достроили еще два этажа, устроили здесь мусорный полигон. Управление коммунального хозяйства насклятвенно заверили. Свалку они вновь уберут. Только вот кто привлечет к ответственности виновников образовавшейся помойки и не вырастет ли она снова, вопрос открытый. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.